Ну что, сборная команда Минска. Отдельно за них переживаем наши земляки-белорусы. Они должны как бы упасть с грязи в лицо. Батька не оценит. Да, да и мы тоже не оценим. Поэтому перейдем к делу сразу. Капитан Эрль, его рост практически не изменился. Короче, Тирамиды, Сперхед, Нейротроп, 3 по 2 Корнифекса на горохе, Бастион. Будут прятаться. Да, причем видимо не у него, а за него. Батальон еще Тирамидский, Тиран, летающий. Сейчас не вижу. Ползающий. Не вижу, прыгает. Потому что у тебя их нет. Ползающий Тиран. Странно. Фюрер. И Олд Дувана. Это димитрий. Умной, как называется, Корнифекс вроде. На память не изменяет. Дальше 20 генок, 2 по 3 сварбованы. Ну как-то тухленько, честно говоря. А это против этого. Топ. Работает. Просто это вот 3 по 2 Корнифекса. Много Даки. С каждого по 24. Да. Тиран тут тоже что-то еще нальет. Ну и дальше что-то. В ХТХ заходить именно этими тушками своими дорогами. Ну, видимо он сделан для исполнения конкретной задачи. Да. Собственно Эрли показывал, что он может делать. Да. Дальше у нас идет. Блоды. Блоды, сестры, Ультрамарина. Лемартон. Мое почтение. Капитан Степан. Капитан Степан, Лемартон и Мефистон. Да. Неплохо. Неплохо. Почти как Ато Спарту сражались. Да. Три скота, как всегда, на Чейнс Вардах. Да. Девятка Дескомпанейцев. Четыре молотка. Один топор. Две ринки. Дальше Сестры. Сперхед. Целестина. Два Эмма Джифайера. И три гостовых отряда ретрибутора. Семь тушек. В них четыре Хэйболтера. Да. Вот классика. Вот это классика. Мне такие батальоны очень нравятся. Ну, детачи, то есть. Да. Кстати, вот этот Сперхед, можно запомнить, 639 очков. Да. Вот прямо вот. Хотите сестер какой-то? Вот его взяли, скопировали, вставили. Да. Ничего еще. А дальше уже добавляете то, что вам нравится. А, максимум сюда Кананессу еще с этим Висцератором. Ну, как бы даже без Кананесса с Висцератором? Конечно. Чтобы она отгоняла всяких уродов. И Рабуте Гуллиман. И Гуллиманы, да. Чтобы шел вперед, давал эдванс и давал рел копии. Собственно, это вот такая вот Кананесса здоровая. Ну, ростер тоже простенький, честно говоря. Пол ростера идет в атаку, как бы меньшая часть стоит, стреляет в демонстрантов, разгоняет всякую там скрины и так далее. Вот здесь вот, я так понимаю, надежда на то, что девки расчистят тебе скрин, а потом туда на второй или на третий ход залетят дискомпаниицы и всем лицо разобьют. Да. Все это говнище. Ну, и иные там непонятно, что будут делать, правда, но будут лочить. Ну да, будут отвлекать на себя, видимо, стрельбу тяжелую. Ну, на самом деле, тоже, видимо, официально не с кем играть, допустим, с теми же рыцарями может быть не прикольно совсем. Может быть, может быть. Ну, тут, да, тут не расчет на то, что восьмую тофну ломать, как бы, в большинстве своем, да. Ну, то есть, только эти капитаны над капитаном Степаном и, как бы, не совсем понятно, почему. То есть, тяжелой стрельбы нету, то есть, на антихортах, может, пытались заложиться в мету, угадать. Ну, так, средненько, средненько. Сестры очень понравились, остальное сложно сказать. Да, не роман кто. Так, на этой. Вэлиан. Ну, вот он, вот он, герой Империума. Великий человек. Мы нашли его. Да, у него просто мое почтение. У него яйца из стали, железное сердце. И, видимо, четыре яйца. Да, и еще три запасных дома лежат. Потому что Кент просто, он мало того, что купил, он, видимо, еще и собрал и покрасил этого Вэлианта. И он его взял на командника. Вэлиант, это, кто не знает, гарпунский Night Dominos. Да, с гарпуном и... А кто? Краст, да? Краст, да. Механик. Да, будем брюрить копеечки. Когда чарджили. Еще Галант туда взят. Понятно. Грузовер. Термалкой и Гатлингом. И еще и на горбу даже пушечка. Да. И два армии. Варглы и вараж. Ай! Больно. Больно. И батальон механиков голый. Пограли, да. Понятно. Опять цепо получилось. Ну вот за рыцарскую часть, за парня, знаешь, хочется стойчески переживать. Да. Да. С точки зрения, знаешь, как переживая всегда в играх за леймдаг, да? Там хромую утку какую-то. Вот это из этой силы. Потому что Вэлиант это, ну... Отдельная тема. Смотрите ролик Зак Найтов. Да. Может быть он выиграл его в лотерею. Какую-нибудь. Беларусь Лото. Да. И два варглы его туда же тоже. Ну да. Больно, больно, плохо, больно. Не знаю, не знаю, что это будет. Дальше идем Даркальдаре. Роккард. Вдрухари. Да. Ковин. Мало. Роккард. Гомунку в голый. И... Пять врат. Три по пять врат. Три по пять врат. Три по пять врат. Просто забить слон. Мало. Мало. Мало половины. Дальше. Кабал черного сердца. Два Аркона. Три по пять кабалитов голых. Дальше. Два. Две пачки скуджей. Одни на бластерах. Другие на хайвай бластерах. Нормальная история. Три рвакера с дезинтеграторами. И... Как бы да. Два самолета с дезинтеграторами. Ну и дальше. Вангард Орликин. Шадоусердес. Джейстер. Солитьяр. И шесть. Байков. Это вот интересно. Байки жесткие там. Кроме байков Орликин. Мне вот больше ничего не нравится. То есть оно все как бы взято прикольно. Но там как бы нет какой-то логики. Понимаешь. То есть вот. Не чувствую вот синергии и вариативности. Понимаешь. Так можно говорить. Так потому что капитан Степан бы им не помешал. Да. Да. 200 рублей там оформите подписочку у Степана. Шучу. Лучше нам на кофе. Да. Не. Ну на самом деле. Ладно. Если шутки с шутками бросить. На самом деле. Связок нет между отрядами. Связок нет между отрядами. Равайгеры понятно. Тяжелой стрельбы практически вообще нет. Дезинтеграторки это просто элитных юнитов убивать пятой силой. Кабалиты и как бы лодок. Лодок нет. Миша. Даже лодок нет. Понимаешь. Из тяжелой стрельбы только два самолета. То есть лодок нет. Этих всех кабалитов постреляют как курс болтеров в итоге. Понимаешь. Вот. Ну. За шесть мотоциклов Эльдар. Ну мое почтение. Реально. То есть. Они очень хорошие. Всем рекомендую. Прям жестко сесть. Раскурить вот этот вопрос с мотоциклами Эльдар. Они реально очень круто. Очень прикольные. То есть по хорошему это новые шайнинги. Да. Я считаю что шайнингов можно уже как бы на полочку ставить. Потому что вот эти ребята они скайвиверы. Они реально поприкольнее. Они реально поприкольнее. Ну а так. Ну не знаю. Ну троечка 3 с плюсом. Вот. 3 с плюсом за мотоцикл. Да. Только за счет этого Эльдар с минусом сейчас ставят. А он. Ну а также может игрок конечно как там вытянет. Но может по классике херен еще будет красиво. Бриллиант мини. А? Бриллиант. Бриллиант. Так. Идем дальше. У нас под наши цепки. Эльдары светлые. Эльдары светлые. Оооо. 23 рипера. 10-10-3. Старая классика просто. Бэк ту 90-е. Бэк ту 90-е. Бэк ту 90-е. Еврейн. 23 дарк рипера. Ну 10-10-3. Да. Все. Один батальон. Нахер там. Да, да. Че выдумывать? Не надо выдумывать никогда. 23 рипера. Все нормально. Батальон. Форсир-форсир. 3 по 5 рейнджеров. 2 серпента. А вот. Ну. А вот. Ну понятно. И еще один батальон. Варл экспирит сир. 5 дай раминджеров. 5 дай раминджеров. И 15 гвардиан. А у них шрикин катапульты даже. Ни хрена себе. Ооо. Они 10, ну 15 гвардиан. Как написали, хороший ростик жалко что говно. То есть как бы маневра какого то нет. Шайнингов нет. Я так понимаю. Все на риперов завязано. Да. Самое момент. Самолетов тоже нет никаких. То есть из кастеров. Вроде бы взято все. То есть 4 кастера, вы суверейн. Нет маневренности. Нет миш-маневренности вообще. То есть свой диплойчик и все. А если у вас там еще что-то подгоняют туда, то про Маэль вообще забудьте. Сорками очень сильно будет. Сорками нормально будет играть, потому что этих серпент и есть. Я бы вот понял, если бы здесь, в этом ростере, он взял, как у нас играл паренек в Калининграде, он брал 3 форсира на байках. Вот это, кстати, тоже недооцененный юнит. Сейчас в свете того, что классика у Ильдара угоражили очень сильно, Ильдаром надо головой думать. Поэтому 3 форсира на байках, подумайте. Они реально прикольные. Они летают, у них тофна хорошая, мув дикий. Они этот Маэль весь выполняют, очень интересно. Вот здесь вот если бы это хотя бы было, было бы нормально. Ну так, ну тоже тройка. Ну не вижу здесь вообще ни мысли, ничего. То есть это даже не архетип. Да, если твой первый ход, если там против тебя какая-нибудь там пара. Если бы все спестовали, если там все хорошо. Первый ход, все на первый ход. Дальше. Тестка твоя. Евгений и Евген. Раньше. Тау. Тау сэб бригада. У них у всех такое начало хорошее. Тау сэб бригада. А для тебя сразу же лонг страйк. А дальше да, все. Дальше лонг страйк. Учика кадра. Командор на 2 брусты. Удачил генератор. Да да да. Шестерки насасывать. Суруинити. Девастейшн трейд. Взял правильный. Блять, лонг страйк. Лонг страйк, дальше 3 по 5 фаер варьеров, еще 2 по 5, нет, 5 по 5 фаер варьеров, десятка крутых, маловато крутых. Мало, мало половин, дальше Марксман один, два рептайда, опять на шести стволках, да, с этими, с АТСкой, да, битлоком, которые двигаются, дальше по классе, ну не по классе, 15 дронов, 3 по 5, да, и еще 3 хаммерхеда с лонгами, я не знаю, вот эти хаммерхеды, вот эти вот, кто вас научил вообще вот этим играть, вот на кой хер они вам нужны, на них дроны не скидываются, их там, ну я не знаю, что с ними делать, седьмой ротов, херовые, понимаешь, просто вот это, херовые рины, ну херовые рины, реально, с хорошим баллистиком, стреляют все, дыши с листом, просто ребята всегда ходят первыми, хорошо кидают это количество выстрелов, видимо, ну да, ну д6 просто, да, так еще и профилем риперов, понимаешь, 8, минус 2, 3, да, я не понимаю, он точно не плохой этот, на самом деле, я не знаю, не знаю, но просто, у ТАУ есть по прикольному юниту, есть лучшие юниты, и собственно говоря, Сацеевский Outrider, эфирный, и 3 по 5 пассфандеров, это видео, это весь источник маркеров, там был фарсайт Максман и кадр, да, тоже проблема с маркерами дикая, То есть, по-хорошему, как бы, если ты на первый ход, как бы, шлепнул ему маркеров этих пассфандеров, которые там, в пятом армуре, кстати, они шлепаются вот так вот, на раз-два, Либо от них отошел, и все, то есть, либо ты их взлот в блок, ты запрятал куда-то, либо что-то другое, а если ты их потерял, лучше, конечно, убить, А так все, понимаешь, у тебя получается два маркера, плюс Д3 за стратагеном, то есть, на Д3 5-6 не кинул, а все, плюс хит не получил, 4 маркера, извини, друг, до свидания, Поэтому, ну, без обид, как бы, ростер реально непродуманный ростер, ну, вообще, к сожалению, очень непродуманный ростер. Слушай, по крайней мере, здесь Евген взял десятку крутых, но крутых вообще не видели. Крутов надо больше брать, надо хотя бы двадцатку. Плюс еще видишь, что мне еще не нравится, два рептайда, пятнадцать дронов, то есть, два рептайда сидят с пятнадцати дронов. А хаммерхедом дроны, как бы, что, ничего, ты ж не батл сьют, дружище, как бы, все, успокойся. Ну и, соответственно, командор такой такой, а можно я хаммерхеду Рералту Вун дам? Нет, сорян. Поэтому, ну, извините. Почитал, может, нам было гораздо лучше. Вообще, по факту, ростер там, может, он против рыцарей точился. Да? С хаммерхедом душу. Хотя те же, говорю, бразы сутки. Ну, кинешь, ты понимаешь, у тебя четыре Д-шесть выстрелов, фактически. То есть, он страйк и три таких. То есть, ты кинешь, ты там, знаешь, два-два-три-пять. Ну, вторым баллистиком, собственно. И будешь, ну, двенадцать выстрелов делать. Восьмой силой. Еще и в четыре плюс. То вон, в тех найтов. Ну, как бы, я не знаю, мне не нравится. Оп, идем дальше. Сантанк. Десгард и Тысячники. Два демон-принца. Крылья-перчатка. Фулгурис-хельм. Блейзер-путрификация. Да, и арх-контаминейтер. Десятый. Десятый рейн-шаур у него. Да. Дальше Биа-логус и Фоу-блайт-спам. Собственно, два чалика. Это Тархунист. Да. Тархунист, который с бочкой Тархуна пудет, говном заливает. Опасный, кстати, парень. И гранатчик. Да. Дальше. Два по пять плагмаринов. С двумя гранат-лаучерами. Да. Полный реролл будут в десяти тюниках получать. Двадцатка маринов. С двумя плагмаринами. С двумя гранат-лаучерами. Да. И тринадцать культистов. ВТХ-шные на ножах. Да. Дальше две эти говномиски. Тачечки, да. Краулеры. И еще один СПРХ. Три виндикатора, где мы при... Ну, виндикаторы, видимо, под стратегизм возьмем. Видимо, да. А там варп тайм без хитс, да? Ага. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот эта идея двадцать плагмаринов с гранатами, она уже изжила себя. Не, она может быть использована, но не как коровая механика. Она уже себя изжила. А по факту тут три ДП. Ну, хорошо, двадцать с тех плагмаринов. Две тачанки. Тачанки не убивают, они терпят. Тем более, что у него даже, кстати, недокуплены спонсоны. То есть это... Аааа... Нет, подожди. Две Энтропи Кэннон. Не-не-не. У него это, походу, Энтропи Кэннон. Это вот именно вот эта ласковая штука. Но все равно, даже если в полной жирной закачке закачаны эти краулеры, они все равно не убивают. Ну, а сколько? Нет, просто реально. А кто их... Четвертый баллистик у них, прикинь. Нет. Тяжелая стрельба. Ну, что? Ну, что? Ну, индикаторы. Только надо подъехать, там, 24-й жире. Ну, какое-то без сомнения. Вот. Ну... И чё? Куда терпеть? Кого терпеть? Так я тебе больше даже скажу. Они даже толку всякие. Ну, типа там, у орков каких-то, они как бы, ну, трудноватые будут. Ну, они, допустим, там, со всей стрельбы усрутся, там, кто-нибудь, до конца, там, может быть, убьют одну пачку орков. Ну, чё-то мы не понимаем. Потому что тут культистов 13 штук, то есть их там с пистолетов постреляют этим культистов, а дальше все смайты с вербой. Нет, просто мне кажется, то, что это здесь орки, это переедут к херам просто и всё. Ну, если, конечно, там, с всякими индикаторами и прочими не заложат. С другой стороны, как бы, если классы подвели, то всё. Ну, какая там, там даже так, знаешь, там, 100 с хреном атак, как бы, на 2+, там, 2+, 5+, это неприятная штука. Короче, боль, боль, боль. Давайте, и гвардия. Гвардия. Ну, тут надеемся хотя бы на стандартную парковку. Давай смотрим, что есть батальон по Каде, компани-коммандер, полный этот, с полными насосами. Паск не стандартный. Баттл Кэнон, Хэви Болтер. Две плазмы. Две плазмы, то есть курсовой ласки нету. И Штонболтера нету. Дальше, простой, здесь простая десятка мужиков. 3 по 5 Сеоне. С Сеоне вернулись. С Ходшот Валиганами. Ну, они, ну, как бы... Ну, не, Ходшот Валиганами. Они будут убивать маринеров Степана. Кстати, да, заточку. Понимаешь? Они, это вот специально Кент, который вот, Степ, готовься. Вот, Ходшот Валиган. Твоя не вези, да. Все, до свидания. Талис Ману просто удачи за это, Андрей. Будем надеяться. Ха-ха. На Ходшот Валиган, не хамей. Нет, никто не спорит. Астропат. Десятка Крузейдеров. Антон научил на свою голову. Всех, всех. Всех научил. Прист. В это ощущение, что ребята думают, что их можно к кинжалу уронить. Ну, не ощущаешь такого? Ну, появился он, знаешь, что-то. А, ПГВ нельзя. ПГВ не написано. 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 Офицером должен быть. Да, да, да. Дальше с Женей Стронг. Два Тау-Рокс Прайма, блять. С Тау-Рокс, Гаттл, Энк, Энн. Все, я пошел. Бля, а зачем? И два Ходшот Валигана. Помнишь, как ты играл со мной, попробовал один Тау-Рокс Прайм? Тебе понравилось? У тебя же он есть, он у тебя красивый. У меня два их есть. А, так это твои, наверное. Нет. Я домой приеду, проверю. Слушайте, ну, принцы. Теперь. Ну, как бы, ну, он делает, все-таки там, 20 выстрелов. А у него даже Тау-Рокс не седьмая вроде. Какая седьмая? Шестая, десятая мув. А, мув четырнадцатый. Дымов нет. Так, а зачем правильно он стрелку вот? А вот теперь самая главная короночка просто Слайм Арба. Все, за это не ожидали. Вот так вот. А это респект сразу. Чувствуешь? Слайм Арба. А если еще новая будет вообще? А? Минька новая если будет. Да. То есть, это Суприм Катарчанов, Слайм Арба, герой из теней. И два танка мандера Battle Cannon, Heavy Bolter, Plasma Sponsor. И Shadow Sword. И Shadow Sword. Пота Ларда. Да, в полной закачке. Нет. Или да. Да, 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 в полной закачке, да. Ну, я пачка на Sponsor. То есть, классический, условно классический ростер с Супер Хэви, тремя танками и двумятые уроки. Миш, зачем? А? Зачем? Зачем? Я даже еще темпестусов могу понять. Ладно, хер с ним. Хотя понимаешь, проще, ну темпестусов в смысле нормально. Хотя проще взять уже этих ХВТшек с хэвболтерами какими-то, посадить их в руины нахрен. И вот то же самое будет. Но лучше будет. Ну, с точки зрения убийства, да. С точки зрения контроля точек, как бы это. Блядь, ну два танка мандера. Ну, ребят, ну... Ну, видимо, есть какие-то цели, в которых надо как бы горохом пострелять, но... Ты типа, знаешь, там сидят как в этом, в последнем мэдмаксе, знаешь, вот эти два смертника такие, а не вперед толпы. А-а-а, Вальхалаш! Да-да-да, и погнали вперед, типа, знаешь. Ну, блядь. Знаешь, какой? Не стандартный будет. То есть, мы теперь радикалами не будем, да, мы будем умеренными, да, будем демократичными. Ну, что тайную команду обозрели, оборзели. Оборзели, да, обозрели. Ну, честно, Минск, ребят, ну, очень слабо. Прям вот, ну... Слушай, от Минска больше ожидал. Прям вот, ну, прям, вот, ну, даже вот нет инструмента какого-то, знаешь. То есть, вот есть какие-то растира, в которых ты видишь компоновку, да, компоновку какую-то, может быть, и не такую, как бы, ну, стандартную, какую-то интересную, как кажется. Но там вот все равно видишь вот эти инструменты, которые один может одни вопросы решать, другие, другие, там, третий, четвертый, там, боксер, так называемый. Да, а здесь вот как-то вот, какая-то компоновочка-то вообще, ну... Не зашло. Только вот верим в пацана с Валиантом, конечно. Вот на этот Валиант, вот мы за него валием. Да, Нирамахло. Два... Нет, за двоих. Два армижера, Валиант. За Валиант и за Слая Марба. Кстати, Слая Марба, то, честно говоря, не такой уж и плохой видит. Ну, вот мы и посмотрим. Он, кстати, не такой уж и плохой видит. Ну, в общем, говорю, у Минска тоже хороший состав по игрокам. Может, с помощью него они решат вопросы растировки. Мух нет. Как с мухами тут разбираться, сложно понять. А, ну, вот тебе против мух, то урок справимый. Еще сорок выступать в третьем болезни с НТА. И в одного можно еще и стратагемочку дать на полный режим. ПВП или засал? Засал? Да, да, да. Ну, не знаю, не знаю. Короче, Минска строил. Если честно. Не сильно, не сильно. Будем надеяться на них. Да. Чё. blurred у них стоило. Рießen. Артур! Артур. Сейчас нахуй долли. Скоро в отчеommes и твоего их принять. Все вы хотите представить Bhar estable и положительные лица. У вас нет,itudли. Продолжение следует...